Привет всем! Вы на канале ТОПАРМИЯ. Индия отправит в Россию несколько десятков солдат для обучения работе с зенитно-ракетной системой, которую согласилась купить. Хотя это вряд ли понравится США, которые считают Нью-Дели ключевым партнером по индо-тихоокеанской стратегии. На прошлой неделе посол России в Индии Николай Кудашев заявил, что индийские военные направят в Россию около ста специалистов в преддверии выполнения контракта на поставку вооружений. Ожидается, что в этом году будет поставлена одна ракетная установка, а в течение нескольких лет система будет расширена. Приобрести российскую мобильную зенитно-ракетную систему С-400 премьер-министр Индии Нерендером Монди согласился на встречу с президентом России Владимиром Путином в 2018 году. Индийские СМИ оценили стоимость сделки в 5,4 миллиарда долларов за пять установок, причем оплата частично произведена в 2019 году. С-400 имеет дальность действия в несколько сотен километров и может сбивать баллистические ракеты. Индия торопится наращивать свои вооруженные силы отчасти из-за затянувшегося спора с Китаем. В противостоянии с Пекином за спорный участок границ, обострившимся в прошлом мае, погибли индийские солдаты впервые за 45 лет. Представитель Министерства иностранных дел Индии заявил, что сделка по покупке С-400 продиктована интересами нашей национальной безопасности. Продажа наверняка станет больным местом в индоамериканских отношениях, особенно то обстоятельство, что Россия развивает военное сотрудничество с Индией. Москва стала объектом порицания со стороны Запада за жесткое обращение с лидером оппозиции и его сторонниками. Если сделка с Индией пройдет гладко, Россия сможет смягчить свою изоляцию в международном сообществе. Кроме того, похоже, что Россия пытается нащупать новый баланс с Китаем, который стал крупнейшим торговым партнером Москвы. Индийская покупка С-400 грозит испортить отношения с президентом США Джо Байденом, чья администрация приступила к работе на прошлой неделе. При бывшем президенте Дональде Трампе Белый дом неоднократно призывал Индию пересмотреть эту сделку из-за антироссийских санкций Вашингтона. Ранее США уже ввели санкции против Турции за покупку С-400, которые Анкара развернула в июле 2019 года. США были против этой сделки из-за опасения, что так из Турции сможет просочиться военная тайна НАТО. Вашингтон неоднократно предупреждал, что сделок с Россией в оборонной сфере не одобряет. К концу прошлого года США ввели санкции против Турции на основании закона о противодействии России. С одной стороны, Индия традиционно закупает оружие в России. С другой, это южно-азиатская страна наряду с США, Японией и Австралией входит в так называемый «Альянс Куад» или четырехсторонний диалог по безопасности, который стремится к свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону в качестве противовеса китайской экспансии. В октябре Индии и США провели встречу в формате 2+,2 между главами дипломатических и оборонных ведомств. Стороны договорились делиться конфиденциальными спутниковыми данными. Эта договоренность обеспечит Индии доступ к точным сведениям о дислокации китайских военных в беспокойном пограничном районе, а также о расположении их военных объектов. Закупка оружия идет рукообруку с государственной тайной, а США считают Россию враждебной страной. Поэтому Вашингтон ни при каких обстоятельствах не будет приветствовать, что Индия разворачивает оружие российского производства, считает индийский военный аналитик Сэмуэл Араджиф. Нельзя исключать, что индийские закупки С-400 скажутся на политике Байдена в отношении страны. В 2019-2020 годах в Индии вспыхнули крупные демонстрации в ответ на спорный закон о гражданстве. По мнению критиков, он дискриминирует мусульман. Правительство Индии предвгушает, что внимание Байдена к правам человека повлияет на политику США в отношении их страны. Ситуация требует свести к минимуму трения, которыми чревато развертывание С-400. А на этом все, вы были на канале ТопАрмии. Не забывайте делиться своим мнением в комментариях под видео. Ну а я с вами прощаюсь, всем пока!